привет друзья привет youtube здравствуйте дамы и господа приветствую вас на канале акриловая заливка друзья что будет в этом видео в этом видео я поделюсь с вами радостью такой шоковой для меня радостью в этом видео мы поговорим с вами о продажах как продавать что продавать где продавать как вообще можно зарабатывать деньги как начать зарабатывать деньги я знаю что это проблема общем то вернее да эта тема вернее она очень актуальна и так я вам дам кстати еще ссылочки постараюсь дать подскажу кое-что может быть вам это понравится и это видео будет полезным скорее всего я думаю что должно быть полезным и еще друзья скажу что все что я буду говорить в этом видео это мой опыт то есть все высказывания предположения все что я буду говорить это все основано на моем опыте у вас может быть другой опыт соответственно и мнение будет какое-то другое и другая тема и так друзья чем я хочу поговорить все вы знаете наверное что кстати перед вами акриловая заливка вот она высохла это так красиво посмотрите ячейки какие с пол пальца моего да красота еще и блестит я лаком покрыла вот эта сторона вот эта пленка зелененькая она отклеивается друзья что это такое за материал я обню о нем рассказывала пожалуйста поищите есть на канале видео итак это для фона итак друзья все вы знаете что приблизительно ну скоро уже будет год как я открыла канал на эти я буду говорить эти не поправляйте извините меня за мой английский но для меня так легче и проще поэтому буду говорить эти так вот эти это американские marketplace где продают люди товары различные абсолютно товары в основном хэнд мэй то есть то что сделано своими руками я там зарегистрировалась вот и не скажу что в общем то как там происходят продажи для меня немножко непонятно хотя я смотрю очень много гуру по этой теме о тех кто рассказывает но не все не все у меня получается буду честно с вами да вот продаж аховых там так как таковых у меня нет вот но расскажу о продажи которые меня немножечко шокировала такая приятный приятный такой шок но все таки вот собственно у меня на этом на эти продалась акриловая заливка ну для вас не секретно что я делаю акриловые заливки вот но как в чем заключается вот эта шоковая ситуация дело в том что когда я выкладывала на этот сайт в свой магазин акриловые заливки да я не рассчитывала вообще на продажу почему почему я не думала что это будет продаваться мне нужно было во первых заполнить свой магазин так как многие гуру советуют типа заполняйте каждый день или хотя бы через день выкладывайте чем больше тем лучше я с этим не согласна абсолютно я считаю что выкладывать на надо но не обязательно каждый день ну ладно вот поэтому ладно про этим пока поедем дальше так вот продалась акриловая заливка друзья продалась она в америку соединенные штаты цена за которую она продалась это 90 долларов это не это акриловая заливка нет 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 то есть я вам где-то тут должно выскакивать фотки будет выскакивать показывать буду вот какая акриловая заливка 90 долларов за формат 30 на 30 сантиметров ну для ориентира я вам скажу что я вот недавно делала распродажи у себя на сайте до 2 видео есть с акриловыми заливками и там я предложила значит как бы как распродажа да ну как бы низкую стоимость для акриловой заливки 800 рублей 800 за формат 30 на 30 и поменьше формат 500 рублей ну так вот купили у меня как я уже сказала за 90 долларов в америку почему я была очень удивлена я не ожидала такой продажи я просто в шоке было бы и вы бы видели мое лицо я вообще я не понял даже чтоб что произошло и как это получилось я рассчитывала что все таки будут покупать больше живописные работы какие-то но нет купили акриловую заливку смотрите друзья формат небольшой 30 на 30 да вот и смотрите акриловая заливка пришла к нам с америки америка канада австралия туда откуда-то из-за из-за рубежа вот то есть это не наша техника и соответственно там в америке она развита очень сильно там очень много хороших мастеров очень много красивых акриловых заливок собственно мы равняемся на запад сейчас и в акриловой заливке смотрим как делают там мастера и пытаемся что-то повторить у нас здесь в россии для россии это новый вид искусства новый вид творчества вот он набирает обороты не знаю может быть уже набрал ну мне кажется только набирает не так популярен на западе этот вид творчества очень очень популярен то есть выбор там огромный человек живущий в америке может купить у свои у своего же гражданина проживающего тоже в америке до который делает акриловые заливки я думаю что есть там очень крутые получше меня делают однозначно тут спору нет вот но для меня был шок когда человек в америке живущий предпочел купить у меня мою акриловую заливку то есть это знаете это как-то повысило мое самомнение значит значит что то я могу значит что то я умею раз нравится это первое дальше друзья тут еще был один такой интересный комментарий написала женщина по поводу кстати вот под видео с распродажами да она пишет ну и что мол типа мы куда эти деревьяхи мол типа девать что с ними делать их надо оформлять вот отвечаю хотя я и ответила но еще раз повторю чтобы и вы тоже знали так вот эти деревьяхи друзья мои продаются прекрасно продаются их можно не оформлять если уж захотите оформить то тоже там были бы мозги оформить там все можно но в основном они не оформляются не как есть так и ставятся так и вешаются вот и как видите и знаете знаете самое интересное что вот на западе не смотрят на чем это сделано на деревяхи на картоне еще на какой-то там не знаю штуки до мдф там еще пластмасса пластик хрена знает вот на западе на это не смотрят они смотрят на работу если нравится беру но у нас же люди начинают деревяха в общем более приверегливые наверное у нас на западе ценится ручной труд да это однозначно не то что у нас россия вот так что собственно в общем я с вами поделилась произошла продажа та которую я не ожидала я очень очень рада друзья можно продавать работы где можно продавать работы если вы не успели зарегистрироваться вот как я я успела да а вы не успели зарегистрироваться одна эти сайте не отчаивайтесь пожалуйста не отчаивайтесь в интернете очень много галерей marketplace of сайтов где можно продавать свои товары кстати список я оставлю в описании я нашла в интернете список довольно такой большой где перечислены зарубежные 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 маркетплейсы галереи где можно продать свой товар как начать продавать друзья очень легко я знаю что есть наверное среди моих зрителей наверное есть те люди которые тоже хотят продавать которые как и я хотят заработать хотят делать свое любимое дело и на этом зарабатывать это же прекрасно согласитесь это наверное вот для меня это цель для меня цель писать картины делать что-то своими руками и еще это продавать понимаете то есть как-то на этом зарабатывать и существовать скажем так в этом мире то есть это на данный момент в общем моя цель ну принципе она уже давно такая цель ну и вот кручусь верчусь что называется потихонечку вот так вот как начать зарабатывать если вы что-то делаете своими руками даже если вы что-то не делаете ничего не делаете своими руками я вам подам потом идею одну хорошую так вот если у вас давайте я буду на примере картин вы их вы художник у вас скопились работы у вас их много и вам их некуда девать и вы не знаете как их продавать самый лучший выход это конечно выходить на зарубежный рынок к сожалению в россии не так ценится искусство если и ценится то он не так дорого не так не вне те деньги да не та сумма вот но вот у вас есть работа я оставлюсь как я сказала ссылки вы идете выбираете себе галерею зарубежную не обязательно это может быть сачи сачи арт файдер сингул арт не обязательно эти галереи абсолютно не обязательно есть помимо этих галерей еще множество галерей маркетплейсов на где можно продавать выбирайте выбирайте себе подходящую я вот себе выбрала у меня самое интересное что я уже хотела уходить сексе то есть я его забросила по факту я сейчас ничего там почти не выкладываю вообще вот и у меня случилась продажа это странно вот еще шок заключается кстати в этом очень странно что да я уже все махнула рукой сказала толку там нет с этого эти конкуренция большая ну вот получилось так ладно так вот я я ушла еще у меня есть одна галерея в которую я зарегистрировалась я там потихонечку начинаю выкладывать работы вот там пока продаж нет но если будут расскажу потом так вот берете выбираете под себя галерею или там marketplace я выбирала чтобы обязательно допустим как я выбирала да я выбираю там так чтобы там был русский язык так как и я не знаю английского и все время через переводчик это очень неудобно хотя конечно со временем ты уже потом начинаешь выложишь что 100 листингов и начинаешь понимать что к чему но все таки это неудобно так вот выбирайте галерею marketplace регистрируетесь и вы начинайте выставлять свои работы когда будете выставлять мой совет вам ну посмотрите как это делают другие люди наверняка там есть кто-то уже из россии или из стран снг кто уже зарегистрировался кто уже продает то есть посмотрите галерею посмотрите какие темы популярны что продается какой стиль по продаются ну и в общем то но хочу сразу сказать еще друзья такая фишка не гонитесь не копируйте чужие работы не не старайтесь выкладывать работы по мастер-классом которые в интернете везде кругом и доступны вот то есть придумывайте что какое-то свое что-то более оригинальное более интересное это мой совет итак друзья мы с вами определились значит где лучше продавать ну первое самое главное это конечно же зарубежные площадки можно также продавать в социальных сетях можно продавать инстаграм авито везде в принципе везде можно если у вас есть много времени у меня его не так много вообще вот тут как бы мне приходится выбирать либо писать картины снимать видео для ютуба вот вести канал да не забрасывать и еще плюс вот сидя это сидеть в разных вот этих вот на разных площадках продавать это большая нагрузка то есть трудишься как пчелка буквальном смысле слова вот с этим определись то есть не стесняйтесь берите свои работы идите регистрируйтесь все реально все возможно я когда-то продавала кстати только в своем городе но мне захотелось большего я поставила цель и я к ней иду и так и дальше второй вариант который я могу посоветовать для тех кто просто хочет зарабатывать но у него нет товара он не знает что продавать или допустим есть но товара очень мало и он боится что не хватит чтобы заполнить весь магазин свой интернет магазин да вот и у меня в общем то есть для этого такое решение небольшое для вас смотрите друзья кстати это очень распространено на западе опять же таки и ну и в принципе наш весь российский бизнес строится тоже на этом то о чем я буду вам рассказывать а заключается это в следующем друзья допустим вы хотите продавать хотите зарабатывать но товара нету или мало что вам надо для этого сделать ну я так думаю да смотрите я буду рассказывать на примере картин картин потому что эта тема мне ближе да допустим вы хотите и я вам там скину где я скинула короче список посмотрите пожалуйста этот список выберите для себя площадку ту на которой вы хотите продавать посмотрите товары посмотрите что бы вы хотели продавать для себя как бы все это уясните как пока какие цены посмотрите обязательно все это для себя прикиньте обязательно так вот когда вы уже определитесь что вы хотите продавать данном случае допустим картины опять же интернет вам в помощь друзья есть очень много художников Особенно это начинающие. Некоторые люди пишут картины для себя, складывают их где-то до определенного момента, раздаривают их очень много. Такое у меня было, это очень давно было, пока не пришла идея уже, что пора продавать. Так вот, таких художников много. Их легко найти в интернете. Есть группы, есть площадки, где вот эти художники выставляют свои работы. Вам нужно будет найти просто такие площадки на том же Фейсбуке, в том же ВКонтакте, в Одноклассниках. Есть такие группы, просто найдите эти группы и посмотрите, что и кто там выкладывает. Найдите такого художника или художников, которые могут вам продать свои работы за небольшую сумму. Вы списываетесь с этим художником, обговариваете все детали. Если обе стороны согласны, то происходит сделка. Вы покупаете у художника работы. Ну да, кстати, для этого вам потребуется начальный капитал, какой-то определенный, допустим, там, я не знаю, у всех разные может быть возможности. Ну да, допустим, у вас есть 10 тысяч. Да, вот на эти 10 тысяч вы покупаете у рукодельника, у художника, допустим, картины. Прежде чем покупать, конечно, ориентируйтесь на ту площадку, на которой вы хотите продавать. Смотрите там цены, смотрите, сколько стоит доставка, сколько... В общем, ну не мне вас учить, да, как это все прикинуть. Это все можно просчитать. И сколько вам останется потом уже чистыми. Чистый ваш доход. Да? Вот, то есть смысл в том, что вы искупаете у художника, кстати, вы тем самым помогаете людям, которые, может быть, по тем или иным причинам стесняются продавать, не могут продавать, нету времени сидеть в интернете. Вот, все это заполнять, искать, как бы, понимаете, вы поможете молодым начинающим, вот, сделаете доброе дело. И в то же время вы и себе сделаете хорошо. Покупаете, выставляете их у себя на площадке, на своей, и продаете. Да, у вас прибыль, может быть, будет не такая, как у художника, который напрямую сам продает. Возможно, да, возможно, конечно. Вот, но я думаю, что даже хотя бы там 10, 20, 30 долларов, они никогда не будут лишними, все равно. Это тоже деньги. Вот, это то, как я думаю. Лучше что-то, да, лучше синица в руках, чем журавль в небе, скажем так. Вот, поговорка хорошая. Поэтому вот такой совет есть, вот такая рекомендация. Собственно, мне кажется, идея очень-очень неплохая. Я думаю, она вам поможет. Я, кстати, надеюсь, что вот это видео, я надеюсь, этим видео вас вдохновить, друзья. Знаете как? Под лежачий камень вода не течет. И лучше идти маленькими шажками каждый день по маленькому-маленькому шагу делать к своей цели, двигаться куда-то, а чем сидеть на печи или на диване, да, и ничего не делать, и только обсуждать, и торчать в интернете круглосуточно. Поверьте, когда у вас появится какое-то дело, какой-то стимул, вы уже не будете понапрасну тратить свое время. Вы также будете, может быть, сидеть в интернете, но это будет у вас цель, и это будут ваши маленькие шаги к вашей цели. Не сидите, не тратьте время зря. Друзья, двигайтесь, двигайтесь, идите к цели. Мне очень хотелось вас вдохновить, правда, честно. Хотелось как-то вот смотивировать вас. Вот, я надеюсь, что у меня это как-то хоть криво-косано получилось, друзья. И, кстати, спасибо за просмотр, спасибо за внимание, спасибо за лайки за ваши. Если вы поставите за этому видео лайк, тоже огромное спасибо. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok